Ну что, значит, я просто иду, начинаю с 10 задачки, правильно? Или есть какие-то еще пожелания по поводу задачек семинарских? Есть ли вопросы по первым девяти задачкам? Лишь про семинар 15. Девятая задачка. Хорошо. Так, еще какие-то вопросы по семинарским задачкам? Так, ну вроде, кроме девятой больше нет никакой. Окей, ну то есть, начиная с девятой, идем и дальше. Так, хорошо. Сейчас, одну секунду. Так, девятая задачка. Значит, нам нужно записать уравнение плоскости, проходящей через точку. Один, два, три. Перпендикулярно вектора 0,0,1. Интересный я вектор придумал. Даже неинтересно. Ну ладно. А, скалярное произведение у нас тут кривое. Значит, со скалярным произведением, вот таким. Значит, 2у1в1 плюс 2у2в2 плюс у3в3 плюс 2у1в2. Так, значит, вот такая задачка. Седьмой, да, я записал. Обсудимый седьмой тоже. Значит, вот такая задачка. Ну, давайте смотреть, что здесь, о чем здесь речь. Значит, у нас есть точка, у нас есть вектор. И нам нужно провести плоскость перпендикулярно этому вектору, проходясь через эту точку. Ну, как в целом такие штуки делаются? Значит, чего мы на самом деле хотим? Вот у нас есть трехмерное пространство. Допустим, х1, х2, х3. И есть у нас здесь точка. Значит, 1, 2, 3, да. Ну, давайте вот это 1, это 2. И вот это 3. Значит, вот эта точка, она где-то вот здесь. Извините, а я не вижу, можете чуть-чуть подвинуть? А, сейчас. А так? Да. А так видно? Да. Вот. Значит, вот такая точечка. И нас интересует... Значит, у нас здесь есть некоторый вектор. Значит, в данном случае это вектор 0, 0, 1. То есть это вектор, который торчит вот так вот вверх. И мы хотим провести плоскость, которая будет этому вектору перпендикулярна. Значит, если бы наше скалярное произведение было бы обычным, то задачка была бы неинтересной. Потому что, ну, понятно, вектор торчит просто вверх. И плоскость, которая ему перпендикулярна, это просто горизонтальная плоскость. И она была бы очень простой. То есть она тоже имела бы смысл, но была бы очень простой. Но, в общем случае, поскольку скалярное произведение у нас не является стандартным, базис не артонормирован, то оказывается, что вот эта самая перпендикулярная плоскость, она будет не горизонтальна, а будет как-то расположена более хитро в пространстве. Ну и можно найти ее уравнение. Собственно говоря, как устроено уравнение плоскости. Ну, давайте возьмем произвольный вектор. Давайте возьмем любую точку на этой плоскости. Значит, вот у нас здесь есть точка, которую я назову точкой P. Давайте возьмем любую точку на этой плоскости. Скажем, что это точка T. Что тогда известно? Давайте посмотрим на… Ну, наше условие состоит в том, что эта плоскость перпендикулярна этому вектору. Что это означает? Что означает то, что плоскость перпендикулярна вектору? Ну, это означает, что любая прямая, которая лежит в этой плоскости и проходит через вот эту точку, она будет перпендикулярна этому вектору. То есть, иными словами, любой вектор, который начинается вот в этой точке и лежит в нашей плоскости, будет перпендикулярен вот этому вектору. Условие перпендикулярности связано с нашим склярным произведением. Мы можем говорить про перпендикулярность только тогда, когда склярное произведение задано. Иначе у нас нет ни углов, ничего. Поэтому получается такое условие. Давайте посмотрим на этот вектор ПТ. А еще у нас есть вектор ОП и вектор ОТ. Как можно выразить вектор ПТ? Что это такое? То есть то ли ОП минус ОТ, то ли наоборот. Максим, значит, третья координата равнялась бы нулю, если бы склярное произведение было бы стандартным. А что здесь будет происходить, сейчас посмотрим. Значит, ОПТ – это есть ОТ минус ОП. Да, из конца начала вычитаем. ОТ минус ОП. Давайте как-нибудь про точку П мы знаем, какие у нее координаты. И стало быть, про вектор П тоже. Значит, про точку Т давайте считать, что это точка, которая задана просто х1, х2, х3. Значит, П – это 1, 2, 3. Значит, у вектора ПТ будут координаты х1 минус 1, х2 минус 2, х3 минус 3. А с другой стороны мы знаем, что этот вектор должен быть перпендикулярен вектору 001. Давайте мы запишем это условие. Значит, условие, что ПТ перпендикулярен вектору 001. Сейчас, одну секунду. Маша! Сейчас, одну секунду. Значит, вот это условие, оно переписывается так. Так, условие состоит в том, что скалярное произведение х1 минус 1, х2 минус 2, х3 минус 3. И вектор 001 равняется нулю. И давайте смотреть теперь. Значит, скалярное произведение издается вот такой штукой. Ну, давайте эту штуку запишем, что получается. Значит, у нас единственная ненулевая компонента второго вектора. Это компонента, которая называется v3. Ага, ну вот. Да, на самом деле у меня тут скалярное произведение так устроено, что задачка получилась не очень показательной, потому что единственное, где у меня здесь участвует v3, это вот в этой компоненте. Значит, получается, что это скалярное произведение, это, значит, у3v3, то есть просто х3 минус 3 умножить на единицу равняется нулю. То есть это, на самом деле, просто х3 равняется 3. Так что для такого скалярного произведения у нас получилась снова горизонтальная плоскость, как, в общем-то, она была бы для стандартного скалярного произведения. В общем, короче говоря, задачка получилась из-за того, что я не совсем удачный вектор вот здесь выбрал. Задачка получилась не настолько показательной, как мне хотелось бы. Но, по крайней мере, вот так вот она решается. Давайте для интереса возьмем какой-нибудь другой вектор. Скажем, давайте для интереса возьмем вектор не 0,0,1, а вектор 0,1,0. Значит, если вектор которому перпендикулярна плоскость, это, на самом деле, вектор 0,1,0. Вот что тогда будет? Какая тогда будет плоскость? Значит, это означает, что у нас будет вектор не вертикальный, а вектор, который торчит в направлении вот туда вот, оси X2. Давайте перелюстую картинку. Значит, точка по-прежнему та же. А вектор теперь вот такой. Значит, какая в этом случае будет плоскость? X1 плюс X2 равняется 3, говорит Настя. Давайте посмотрим. Значит, опять же, я должен нарисовать точно такое же условие. X2 минус 2, X3 минус 3. Значит, скалярное произведение с 0,1,0. Это и есть... Значит, смотрим на формулу для этого скалярного произведения. В2 участвует здесь в двух слагаемых, поэтому получается 2X2 минус 2 умножить на 1 и плюс 2X1 минус 1 умножить на 1. Значит, получается... 2X2 плюс 2X1 вычесть 6. Значит, вот такое условие у нас получается. 2X2 плюс 2X1 минус 6 равняется 0. Или X2 плюс X1 минус 3 равняется 0, как Настя и написала. Понятна ли идея? Значит, здесь, в принципе, единственное, что здесь как бы чуть-чуть нетривиально, это то, что это вот эта картинка. Идея о том, что нам нужно найти произвольный вектор, который начинается здесь и заканчивается в произвольной точке нашей плоскости. Когда мы этот вектор находим, он просто записывается как его координат, это просто разница между координатами этой точки и координатами точки P. У нас возникает вот это условие, условие перпендикулярности, которое дальше просто мгновенно выписывается через эту самую... Да, значит, здесь требуется еще найти пару векторов, которые лежат в этой плоскости. То есть, смотрите, если у вас есть плоскость в трехмерном пространстве, то ее можно задавать по-разному. Например, ее можно задать точкой и вектором, который перпендикулярно этой плоскости. А можно задать точкой и парой векторов, которые в этой плоскости лежат. Другой способ задать плоскость. Но чего? Нам нужно просто придумать два вектора, которые бы удовлетворяли вот этому уравнению. Ну, например, значит, подойдет значит, пара векторов. Например, подойдет вектор 0, 0, 1. Он точно подойдет, потому что... А, стоп, не подойдет. Или подойдет? А, нет, подойдет. Смотрите, не этому уравнению, конечно. Это уравнение всей плоскости целиком. А если вы хотите уравнение для вектора, который параллелен этой плоскости, то это фактически означает, что вам нужно эту плоскость сместить так, чтобы она проходила через начало координат. И если вы ее... А вот нет. А вот нет, Максим, неправда. Вы указали два вектора, которые... Сейчас, как там было условие? Найдите пару линейно-независимых векторов, параллельных этой плоскости. То есть, смотрите, у нас плоскость проходит где-то... Плоскость проходит как-то вот там вот. Вот так вот она как-то проходит. А нам нужно найти векторы, которые будут ей параллельны. То есть, которые будут лежать в этой плоскости, если отложить их от этой точки. Ну, то есть, на самом деле, это означает, что нам нужно найти просто пару векторов, которые были бы перпендикулярны нашему вектору, вот этому вектору, вектору нормаль. Вот. Но в качестве пары векторов, которые ему перпендикулярны, можно взять просто 1,0,0 и 0,0,1. Они гарантированно будут перпендикулярны этому вектору. Так, нет, стоп. Это я неправду говорю, потому что мне опять показалось, что у нас другое скалярное произведение. Это я неправду говорю. Сейчас. Значит, давайте я напишу точнее. Значит, условие, что вектор параллелен плоскости, это то же самое, что условие, что наш вектор, это условие, что этот вектор перпендикулярен вектору 0,1,0. Да, можно. Можно в плоскости x1 плюс x2 равняется 0 взять какие-нибудь вектора. Зачем точка 1,2,3 в условии? Ну, в условии было сказано, значит, в условии две задачи. Первая задача – написать уравнение этой плоскости. В уравнении этой плоскости вот здесь точка 1,2,3 нужна. Из нее возникает вот эта минус 3. А при определении векторов точка 1,2,3 совершенно не важна, потому что параллельность двиг ничего не меняет. Значит, вектор перпендикулярный 0,1,0. Это просто означает, что мне нужно выписать вот это же условие, которое я здесь выписал, но просто вот, собственно говоря, вот это вот. Это координаты моего искомого вектора. Ну, и здесь получается такая штука. Допустим, что этот вектор называется у1, у2, у3. Значит, чего мы получаем? 2, у1 плюс 2, у2 равняется нулю. Вот какое у нас условие. И теперь найти два вектора, которые удовлетворяют этому условию, очень легко. Просто сказать, что это, например, 1, минус 1, 0 или 0, 0, 1. Вот два линейных независимых вектора, которые удовлетворяют нашему условию. Ну, на самом деле, видно, что это ровно то же самое, что просто выкинуть вот эту константу. Потому что вот эта константа, она задает сдвиг плоскости параллельной самой себе. И если я хочу плоскость, если у меня приведена где-то какая-то плоскость, а я хочу ее принудительно переместить так, чтобы она проходила через начало координат, но параллельно самой себе. Это просто означает, что нужно вот эту штуку обнулить. И видно, что вот эти векторы, которые у меня получились, они, если я просто их подставлю вот в это уравнение, но без вот этого слагаемого, то получается 0. Каноническое уравнение плоскости. Так, знать бы, что такое каноническое уравнение плоскости. Я не знаю, что называется каноническим уравнением плоскости, но, в принципе, из всего этого обсуждения видно, что если у нас есть, вот смотрите, если у нас есть произвольная точка P, есть произвольный вектор U. И все происходит в трехмерном пространстве. Значит, вот у нас есть трехмерное пространство, допустим, X1, X2, X3. Тогда плоскость, проходящая через точку P перпендикулярна вектору U. Ну, давайте, пусть у нас у вектора U координаты, ладно, давайте не у, а, V. У вектора V координаты V1, V2, V3. Тогда как записывается уравнение плоскости, которое проходит через точку P перпендикулярно этому вектору. Но оно записывается так, что вот у вас есть плоскость, ровно точно так же. Значит, здесь есть произвольный вектор U. Соответственно, координаты вот этой точки устроены таким образом. допустим, вот у этой точки координаты X1, X2, X3. А у этой точки P координаты, скажем, P1, P2, P3. Тогда условия X1 минус P1, X2 минус P2, X3 минус P3. Скалярное произведение с вектором V1, V2, V3 равняется нулю. Значит, вот это, в общем, та же самая задачка, только в общем виде. Если скалярное произведение стандартное, то есть то, как в школе учат, то тогда это уравнение переписывается в виде. Значит, вот эта штука переписывается в таком виде. X1 минус P1 на V1 плюс X2 минус P2 на V2 плюс X3 минус P3 на V3 равняется нулю. А теперь можно раскрыть скобки и получается такая штука. V1, X1 плюс V2, X2 плюс V3, X3 равняется, и я сразу перенесу все в правую часть, значит, здесь равняется V1, P1 плюс V2, P2 плюс V3, P3. Теперь можно сделать переобозначение. Давайте я скажу, что вот это есть A, вот это есть B, вот это есть C, а все вот это есть D. Тогда получается, что наше уравнение вот такое. AX1 плюс BX2 плюс CX3 равняется D. Ну вот, это, так сказать, один из способов задавать плоскость. Если одновременно все числа A, B и C не равны нулю, то вот это условие обязательно задает плоскость. Значит, нам нужно, чтобы A не равнялась нулю, или B не равнялась нулю, или C не равнялась нулю. Если они все три равны нулю, то тогда у нас просто нулевой вектор. Нулевой вектор перпендикулярен чему угодно, и задачка не имеет смысла. Ну вот, пожалуйста, уравнение плоскости. Отсюда же видно, что если я меняю D, то плоскость сдвигается параллельно сама себе. Потому что у нас вот эти числа A, B и C это координаты вектора, который перпендикулярен плоскости. Если они не меняются, то это означает, что плоскость остается параллельной самой себе. Она остается по-прежнему перпендикулярна одному и тому же вектору и остается параллельной самому себе. То есть вот эта штука отвечает за сдвиг плоскости. Если эта штука равна нулю, то плоскость проходит из начала координат. Если не равно нулю, значит как-то сдвинута. Вот такая штука. Понятно, что вот так плоскость задается всегда. Интерпретация вот этих чисел как компонент вектора, который перпендикулярен этой плоскости, верна, если скалярное произведение стандартное. Опять стало очень плохо видно. Так, ну хорошо, есть ли вопросы по этому поводу? Заметьте, что в произвольном пространстве, как бы если у вас есть пространство произвольной размерности, то уравнение вот такого вида задает в нем афинное подпространство, а размерность на единицу меньше, и эта штука называется гиперплоскостью. То есть гиперплоскость – это всегда афинное подпространство в некотором линейном пространстве, но у которого размерность на единицу меньше, чем размерность объемного пространства. Так, ну хорошо. Ну что, едем дальше. Так, значит, был сейчас запрос про седьмую задачку. Давайте я открою эту седьмую задачку себе. А, ну, собственно говоря, я только что ее разобрал. По крайней мере, для размерности 3 я в точности ее разобрал. У кого был запрос на седьмую задачку? Андрей, вы согласны с тем, что мы разобрали седьмую задачку? Спасибо. Окей. Так, тогда едем дальше. Значит, чего у нас там было дальше? Ну, то есть в седьмой задачке спрашивается то же самое для произвольного. Для произвольного размера, ну, понятно, что просто здесь слоганов будет не 3, а больше. Так, значит, десятая задачка. Спроектируйте ортогонально вектор такой-то на вектор такой-то. Значит, вектор 1, 2, 3 на 0, 0, 1, нет, на 0, 1, 0 ортогонально для скалярного произведения из одного такой матрицы. 3, 3, 3, 1, 0, 1, 3, 2, 0, 2, 5. Ну, смотрите, значит, что значит ортогонально спроектировать? Опять же, тут надо картинку нарисовать. Пусть у меня есть какой-то вектор U и у меня есть вектор V. Какой-нибудь. Значит, что означает, что я хочу спроектировать вектор V на вектор U ортогонально? Ну, это означает, грубо говоря, что я хочу взять вот эту точечку, опустить перпендикулярно вот эту прямую и построить таким образом вот такой вектор. Ну, давайте это сделаем. Как это сделать аккуратненько с помощью скалярного произведения? Значит, вот у меня есть эта прямая. Дальше. Я хочу взять вот так вот, спроектировать сюда этот вектор, так, чтобы здесь был прямой угол. И найти... Значит, я хочу найти такой вектор. Вот этот вектор. Значит, вот это у меня был вектор U. Это у меня был вектор U, а вот этот малиновый – это вектор V. Сейчас как бы его обозначить. Давайте я его обозначу. Проекция вектор V на вектор U. Значит, давайте посмотрим, что здесь требуется. Здесь требуется две вещи. Здесь требуется, чтобы вектор... Вот этот новый мой вектор, давайте я как-нибудь его обозначу, пусть он называется W. Значит, вот этот вектор W должен... Во-первых, он должен лежать на той же прямой, что и вектор U. То есть он должен быть просто пропорциональным вектору U. А во-вторых, условие, что вот эта штука перпендикулярна этому самому вектору U. Ну, давайте посмотрим, как этого добиться. Значит, что мне нужно здесь сделать? То есть какое у нас условие? Во-первых, W – это и есть просто лямбда U. А во-вторых, как теперь записать, что вот эта прямая перпендикулярна вот этой прямой? Значит, вот эта штука должна быть перпендикулярна вот этой штукой. Как этого добиться? Ну, точнее, как записать соответствующие условия? Есть идеи? Значит, у нас есть ровно одно понятие перпендикулярности – это понятие перпендикулярности векторов. Да. Значит, если мы говорим, что что-то чему-то перпендикулярно, то это означает, что скалярное произведение двух векторов равно нулю. Значит, дальше нужно просто подобрать правильно эти векторы. Значит, ну вот, в частности, вот на этой прямой лежит вектор, который называется либо W – V, либо V – W. В общем, не очень важно. Значит, это вектор, который называется… Ну, давайте я скажу, что это вектор, скажем, если я из конца начала вычитаю, пусть это будет вектор W – V. И он должен быть перпендикулярен вектору U. То есть вот такая скалярная произведение должна равняться нулю. Давайте посмотрим, как бы теперь отсюда выразить лямбду. Все, что нам нужно, это нужно найти лямбду. Значит, W… Во-первых, можно скобки раскрыть. WU – VU равняется нулю. Ну, хорошо, а как теперь лямбду найти? С чем равняется лямбда? Ну, давайте, я хочу ответ. Лямбда равняется тому-то и тому-то. С чем равняется? Значит, лямбда равняется WU разделить на… Так, я стал неправильные скобки использовать для наших обозначений. WU – UU. То есть, иными словами, WU разделить на норму U в квадрате. Да. Значит, понятно. Я здесь написал, что W – это просто лямбда U. Такая штука получается. Ну, и следующая строчка – это то, что написано. То есть, это означает, что на самом деле W находится так. W – это есть… Я должен взять вектор U и умножить его вот на эту штуку. WU разделить на норму U в квадрате. Ну, на самом деле, можно это переписать таким образом. Смотрите. Я беру вектор U и нормирую его. И умножаю на такую штуку. Беру вектор V и умножаю на U, тоже нормируемый. То есть, если я заменяю мой исходный вектор U на вектор с таким же направлением на единичной длиной, то есть, если я просто поделю его на его норму, то получается, что я должен просто взять этот единичный вектор и умножить на скалярное произведение V с этим самым единичным вектором. Вот на эту формула. Скалярное произведение с каким-нибудь единичным вектором, с вектором единичной длины – это просто длина проекции нашего вектора на вот этот вектор. Ну и все, собственно говоря, дальше дел техники. Дальше нам нужно просто использовать вот это скалярное произведение. Где оно используется? Оно будет использоваться в двух местах. Первое место при вычислении нормы вектора 1, 2, 3. Значит, у нас норма этого вектора. Норма вектора U – это норма вектора 1, 2, 3. Сейчас, нет, не этого вектора. Вектора 0, 1, 0, на который мы хотим проектировать. Значит, норма вектора 0, 1, 0. Чему равняется норма вектора 0, 1, 0? Кажется, корень из трех. То есть если я умножу 0, 1, 0 сам на себя, то это в точности число, которое написано вот здесь. Ну, потому что 0, 1, 0 – это базисный вектор, а скалярное произведение базисных векторов друг с другом написано как раз вот в этой матрице. Поэтому эта штука – это в точности корень из трех. И дальше. Значит, мне нужно скалярное произведение вектора U с вектором V. «Обега» 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 Один, два, три. Тринадцать. Значит, вектор W — это вектор U. То есть 0,1,0 умножить на 13 и разделить на 3. Смотрите, значит, квадрат нормы вектора U — это U на U. Относительно нашего скалярного произведения U на U, U — это у нас вектор 0,1,0. Для нашего скалярного произведения 0,1,0 на 0,1,0 — это число 3. Поскольку здесь написана сама норма, то я написал корень из 3. Квадрат нормы — это скалярное произведение вектора самого на себя. Значит, получается вот такая штука. Если я нигде не ошибся, то вот так вот, то ответ вот такой. Посмотрите, похоже на правду. Я думаю, что пункт B точно так же вы сделаете без проблем. Так, ну что, едем дальше. Следующая задачка — нужно было доказать, что если у нас есть два ненулевых вектора, и они перпендикулярны, то они линейно независимы. Значит, пусть векторы U и V перпендикулярны. Значит, U не 0, V не 0 — доказать, что U, V линейно независимы. Так, ну что, эта задачка мгновенно на свойство скалярного произведения. Значит, какое рассуждение? Скажите кто-нибудь? Они линейно независимы в каком пространстве? Не понял. Не понял вопрос. Ну вот у нас есть два вектора в каком-то линейном пространстве. Вообще неважно в каком. В этом линейном пространстве задано какое-то скалярное произведение. Утверждается, что эта пара векторов линейно независимо вот в том пространстве, в котором они живут. Хорошо, спасибо. Я даже не понимаю, что вас тут смутило. Мне кажется, что два вектора, даже неважно в каком пространстве мы их рассматриваем. Если они линейно независимы, значит они линейно независимы. Так, от противного. Ну давайте. Ну и рамку голосом сказать. Давайте. Если положим, что они линейно зависимы, тогда выразим один вектор как скаляр умножить на другой вектор. Да. Собственно говоря, для двух векторов единственная возможность быть линейно зависимым – это что один пропорционален другому. Ну и все, и потом по линейности распишем скалярное произведение и по положительной определенности, или как там это называется, это не равно нулю будет. Да, значит получается вот такая штука, и здесь лямбда не ноль, потому что мы предположили, что оба вектора не нулевые, и значит с одной стороны эта штука должна равняться нулю по предположению перпендикулярности. Значит так, как у перпендикулярно v. А с другой стороны из этого следует по, значит вот эта штука не ноль, значит вот эта штука должна равняться нулю. Но это противоречит тому, что… противоречит тем, что v не ноль. И тут принципиально то, что мы воспользовались положительной определенностью скалярного произведения. Хорошо, а если бы у нас была бы не скалярное произведение, а была бы какая-нибудь другая билинейная форма, а вот придумайте мне какую-нибудь билинейную форму, которая не была бы положительно определенной. форму, которая вся тождественно возвращает ноль. Да, можно такую форму. Полностью нулевая форма в матрице все нули, любые два вектора ей посунули, она в ответ возвращает ноль. Конечно, она не будет положительно определенной, и понятно, что для нее такое утверждение будет неверным. Берете любой вектор, поставляете его вместе с самим собой в эту форму, получаете ноль. Ну хорошо, а какая-нибудь более интересная форма, которая не тождественно нулевая? Давайте вот такую форму рассмотрим. Смотрите, допустим, здесь 1, 2, а здесь, скажем, 10. Вот такая форма, она является положительно определенной или нет? Значит, мы пока не проходили некие критерии положительной определенности, но давайте заметим вот что. Давайте заметим, что если я этой форме подсуну вот вот такой вектор, например. Что получается? Значит, т квадрат плюс 2t квадрат и минус 20t квадрат. Правильно я посчитал? Проверьте. Правильно я посчитал, проверьте. Ну, на самом деле видно, что вот эти числа соответствуют случаю, когда вы умножаете вот эту штуку на вот эту штуку или вот эту штуку на вот эту штуку, вываливаются вот эти коэффициенты. А вот эта штука – это коэффициент при произведении таком. Значит, либо вот это на вот это, либо наоборот вот это на вот это. Поэтому я вижу, что и здесь, и здесь, и здесь, значит, будет 20. Но поскольку я умножаю t на минус, то это получается минус 20. Значит, видно, что вот такая форма, несмотря на то, что в ней как бы все числа положительные написаны. Это… нет, оно не всегда. Ну, вот эта штука всегда отрицательна, да, вот эта штука всегда отрицательна. Это означает, что такая форма, вот по крайней мере, на этом векторе, она действительно всегда отрицательна. Это не означает, что на других векторах будет всегда отрицательный. Потому что если я подсуну, скажем, вектор 1,0, 1,0, вот такую штуку, то здесь будет успешным образом единица. Собственно говоря, вот эта единица. Эта штука положительная. Тут в зависимости от направления вектора у нас будет ли положительное, либо отрицательное значение. И вот для такой формы можно придумать пару векторов, которые будут вроде как бы перпендикулярны, но на самом деле они будут параллельны сами себе. То есть можно придумать такой вектор для такой формы, который будет перпендикулярен сам себе. Если бы эта форма была бы склярное произведение. В принципе, достаточно разумно, что так будет, потому что у нас есть направление, вдоль которого форма положительная, а есть направление, вдоль которого форма отрицательная. Достаточно логично ожидать, что где-то посерединке, если вы будете менять вектор, который вы сюда подставляете непрерывно, где-то посерединке будет состояние, когда у вас будет просто нулевое значение этой формы на паре одинаковых векторов. Ну вот можете это явно найти для этой задачки. Посмотреть, что здесь получается. значит, существует вектор u такой, что b от u, u просто равняется 0. Вот, ну хорошо. Так, следующая задачка. Значит, найдите какой-нибудь артонормированный базис. Значит, у нас задано вот такое склярное произведение. и задан, и хотим найти артонормированный базис. Ну смотри, там даже подсказка есть. Давайте, мне кажется, что эту задачку легко решить самостоятельно использовать с помощью этой подсказки. Значит, идея такая. Первый базисный вектор можно сдать произвольным образом. Берем любой вектор и нормируем его. Как вектор отнормировался? Да. Ну, собственно говоря, вот как раз эта задачка, это та подсказка, которая написана в этой задачке, это как раз частный случай процедуры Грамма-Шмидта для случаев двумерного пространства. Вот я хочу, чтобы мы эту процедуру в некотором смысле переизобрели. А на лекции я поподробнее расскажу про это. Ну, сейчас, подождите. Давайте так, вот смотрите, у нас есть пока один вектор. Значит, у нас пока есть один вектор. Один вектор у нас не с чем ему делать пропорциональный. Мы просто находим первый вектор нашего базиса. Взяли произвольный вектор, хотим его отнормировать, хотим сделать вектор, который был бы таким же, как этот по направлению, но с единичной нормой. Как это сделать? Я, кстати, неправильно написал подсказку здесь. Почитать длину и разделить. Да. Давайте возьмем какой-нибудь вектор. Скажем, взяли вектор 0.1. Значит, у него норма вектора 0.1 корень из 3. Значит, вместо вектора 0.1 можно взять вектор 0 корень из 3. Единичная корень из 3. Значит, вот это вектор Е1. Теперь давайте возьмем какой-нибудь другой вектор. Вектор Е1 у нас уже есть. Теперь я беру любой другой вектор. Я хочу сделать из этого вектора второй базисный вектор. Как это сделать? Значит, первое, что я хочу, это я хочу просто... Значит, вот смотрите, если у меня есть вектор, и я могу его спроектировать вот сюда вот ортогонально. Давайте я чуть-чуть по-другому нарисую. Значит, у меня есть вот такой вектор. Давайте пусть это какой-то вектор U. И есть его проекция на вектор Е1. А я хочу изготовить вектор, который был бы наоборот. Проекция на перпендикулярное направление, вот сюда. Как это сделать? Значит, можно, на самом деле, сказать вот так, что у меня есть вектор Е1, есть вектор, который ему перпендикулярен, и вектор U можно вот так вот разложить по вектору Е1 и по вектору, который ему перпендикулярен. Давайте я напишу, что это вектор Е1 перпендикулярный. Вопрос. Как бы мне найти... Как бы мне вот так вот спроектировать вектор U на перпендикулярное направление? При том, что мы уже умеем проектировать вектор U на вот это направление. Значит, как спроектировать... У на Е1 перпендикулярный. У на Е1 перпендикулярный. Значит, можно было бы сначала найти вместо вектора Е1 найти перпендикулярный ему вектор и спроектировать U на этот перпендикулярный вектор. Можно так сделать, но я даже хочу сделать немножко по-другому. Смотрите, допустим, что я нашел вот этот вектор W, который является проекцией вектора U на вектор Е1. Как мне теперь найти вот этот вектор? Совершенно верно. Значит, заметим, что вот этот вектор, который я хочу найти, вот этот, это то же самое, что вот этот вектор. То есть это мне нужно просто из моего вектора U вычесть его проекцию. Значит, давайте скажем так, что вот у меня есть вектор V, который есть U минус проекция вектора U на вектор Е1. Что такое проекция вектора U на вектор Е1? Но, значит, вот эта штука, пусть она W, значит, W это есть просто, поскольку вектор Е1 уже единичный, то эта проекция, это просто Е1 умножить на скалярное произведение вектора U с вектором Е1. Ну, давайте смотреть, что получается. Значит, у нас вот по-прежнему скалярное произведение 2.1.1.3. Давайте возьмем в качестве вектора U какой-нибудь. Давайте, чтобы проще было бы считать, пусть U равняется просто 1.0. Тогда его скалярное произведение на вектор Е1 это такая штука. Значит, здесь у меня должно быть 1.0, здесь должно быть 0 единица на корень из 3. Ничего получается. Ну, вестим, получается 2 делить на корень из 3. Правильно я посчитал? Значит, это есть U на Е1. Значит, W равняется Е1 умножить на вот эту штуку. то есть 0 2 трети. В равняется 2.0. Откуда корень из 2? Откуда корень из 2? Откуда корень из 2? Так, сейчас. Я пока не пойму, у меня есть ошибка или у меня нет ошибки? Там разве не, вот умножить на Е1, там разве не 1 поделить на корень из 3? То есть мы, получается, перемножаем, у нас получается сначала 2, 1 вектор, справа стоящий, и мы его домножаем на 0, 1 поделить на корень из 3. Остается 1 поделить на корень из 3, нет? Да, согласен, 1 поделить на корень из 3. 1 поделить на корень из 3. Да. Значит, 1 поделить на корень из 3 здесь, и здесь тогда получается 1 треть. Да, теперь нормально, теперь нет ошибки. Доброе утро, все хорошо. Отлично. Так, чего остается? Значит, у нас есть вектор V. Нам нужно теперь, чтобы найти вектор V, нам нужно вычесть из U, то есть из 1, 0, вычесть вектор W, то есть 0, 1, 3. И это есть 1, минус 1, 3. Значит, это наш вектор V, это вот этот вектор. Зелененький. И теперь я из него хочу сделать второй базисный вектор. Как это сделать? Значит, мы уже добились того, что вектор V гарантированно перпендикулярен вектору E1. Мы его так построили. Значит, мы из вектора U вышли ту его компоненту, которая проектируется на вектор E1, и осталось только компоненты, которые, наоборот, перпендикулярны вектору E1. Последнее действие, которое нужно сделать, это отнормировать. Это вектор V. Но, то есть, это означает, что мне опять нужно посчитать его норму, то есть опять записать мое скалярное предведение. 2, 1, 1, 3. Здесь написать единица минус 1 треть, здесь единица минус 1 треть. Ой-ой-ой, считать же нужно. Это что такое? Это единица. Дальше здесь должна быть 1 треть умножить на 3, короче говоря, это плюс 1 треть. и здесь минус единица на 1 треть два раза минус 2 трети. Значит, это 2 минус 1 треть. 5 третьих. Значит, таким образом, E2 – это есть вектор 1 минус 1 треть умноженный на вот такую штуку. Ну, вот такая штука, если я нигде не ошибся. Вот мы нашли наш базис. Значит, смотрите, я сделал следующее. Вот у меня был вектор E1. Дальше я взял произвольный вектор, спроектировал этот вектор перпендикулярно вектору E1, спроектировал, получил вектор V, который вот этот зелененький вектор. После этого, этому вектору V, до того, чтобы быть вторым базисным вектором в ортонормированном базисе, не хватает только одного свойства. Значит, вектор V уже гарантированно перпендикулярно вектору E1, и ему не хватает только одного свойства, того, чтобы он сам был единичной длины. Чтобы он стал единичной длины, мне нужно взять длину того вектора, который получился. Значит, вот эта штука, которая у меня здесь написана, вот эта штука, это и есть скалярное произведение вектора V самого на себя, то есть квадрат нормы V, квадрат длины V. Соответственно, вектор E2 находится как вектор V разделить на норму вектора V, так чтобы у него была объединенная длина. Ну, вот здесь я это и делал. Вот. То есть видно, что если у вас есть скалярное произведение, то найти базис, который будет ортонормирован относительно этого скалярного произведения, довольно несложно. Ну, по крайней мере, в двумерном пространстве совсем просто то, как мы сейчас это обсудили. Ну, здесь потребовались какие-то вычисления, но идейные операции очень простые. Если вы умеете, если у вас есть вектор, и вы можете его спроектировать куда-то ортогонально, вы можете это сделать, если у вас есть скалярное произведение, то дальше с помощью вот этих последовательных операций проектирования вы можете, на самом деле, из любой системы линейно-независимых векторов изготовить последовательным вот таким вот проектированием и видоизменения, изготовить систему ортонормированных векторов. Тоже линейно-независимый, то есть некоторый ортонормированный базис. Ортонормированный базис хорош тем, что если мы в этот базис перейдем, то в нем наше исходное скалярное произведение станет просто стандартным. x1, y1 плюс x2, y2 и так далее плюс xn, ym. Но вот на лекции обсудим общую процедуру в какой-то момент, которая называется как раз ортогонализация Грамма-Шмитта. Это вот как раз пример этой самой ортогонализации Грамма-Шмитта, но только в размерности 2. Ну вот. Так, ну что, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Спасибо. Значит, самостоятельная работа будет как квиз задачки, но, видимо, все-таки не совсем как из листка, потому что в аудитории вы писали вы писали эти самые квизы в условиях closed book, а здесь мы не можем организовать closed book. Но она будет как бы задачки, которые будут очень похожи на задачки из квиза. Ничего нового там не будет. Ну, в смысле, из соответствующего семинарского листочка. Это будет какой-то онлайн-тест, я еще даже не решил, на какой платформе. Closed book в удаленных условиях? Нет, ну можно делать с прокторингом, но это не то, что я хочу сейчас. Это, может быть, у вас экзамен так будет проходить, с прокторингом вам нужно будет показывать веб-камере, что вокруг никого нет и так далее. Да я понимаю, я на самом деле сам не очень хочу этот прокторинг. Не знаю, посмотрим. Ну да. Может, действительно, не будем прокторинг спорить. Не знаю, посмотрим. Хорошо, ну что, тогда, если вопросов больше нет, соседа можно, да. Нет, ну, естественно, любую, как бы, я говорю, любые такие системы можно попытаться обойти. Значит, finally, я бы сказал, что ориентируйтесь на то, что будет все, но понятно, что в какой-то мере мы проверили ваши навыки на то, что было раньше, но легко могут оказаться какие-то задачки, которые требуют навыков из разных разделов. То есть, ну, грубо говоря, вам нужно будет там, придумать линейный оператор, который что-нибудь там со скалярным произведением. И вот вам уже нужны навыки из двух разделов. Так что, акцент, наверное, будет на ту часть, которая была, ну, вот, на ту часть, которая не проверялась контрольными, но рассчитывайте на то, что вам нужно будет знать весь материал за весь курс. хорошо. Ну, ладно, все тогда на сегодня. До встречи в пятницу. Продолжение следует... Продолжение следует...